В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Расстрелял в упор. При въезде в село Рубас был убит глава населенного пункта. Преступник сам сдался полиции. Обследование и медзаключение за 20 минут. В Центре ядерной медицины на базе РКБ будет работать отделение современной диагностики. Пусть всегда улыбаются. Для детей и их родителей в преддверии Международного дня защиты детей фонд Бенсан устроил настоящий праздник. Спортивное мероприятие для особенных детей. Ребята из Махачкалы, Карабудахкента и Батаюрта выиграли республиканский этап в специальной Олимпиаде России по Юнифайт футболу. Глава села Рубас Дербенского района был убит при въезде в село. Подозреваемый в преступлении 58-летний местный житель сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном. Он пояснил, что у него с чиновником был давний серьезный конфликт из-за недвижимости. И к другим темам. Сергей Меликов с рабочим визитом побывал в Дербенском районе. В поселке Белиджи глава Дагестана ознакомился с состоянием одного из местных песчаных карьеров. В ближайшее время работа на объекте должна быть прекращена, а собственник обязуется рекультивировать земли. Сергей Меликов также пообщался с жителями села, которые озвучили руководителю республики ряд пожеланий. Вопросы касались ремонта дорог, электроснабжения и строительства детских площадок. Свету я тоже Минэнерго поручу, чтобы они держали ваш поселок на контроле, чтобы они в программу... В 10-й год обещают мне... Ситуацию, которую мы сейчас услышали, я возьму на контроль, постараемся, чтобы они свои обязательства выполнили. Побывал глава Дагестана и на строящемся парке «Патриот» вблизи Дербента. Это место уже популярно среди гостей и жителям республики благодаря установленному здесь единственному в мире ракетному экраноплану «Лунь». Скоро в парке также будут установлены и другие уникальные образцы советского вооружения, боевой техники и авиации. Кроме того, по инициативе главы Дагестана на территории откроют и музей. Пожар, дым, нулевая видимость и задача спасти жизни. В таких условиях работает отряд газодымозащиты пожарной службы. Накануне на базе специализированной пожарно-спасательной части прошел республиканский этап смотр конкурса «Лучшее звено службы». Эта категория огнеборцев по праву считается группой специального назначения. Ведь именно она работает в самом эпицентре огненной стихии. Сегодня в справедливой борьбе пусть победит сильнейший, а проигравших на соревнованиях сегодня не бой. Потому что каждый из нас, каждый из участников получит практический опыт и знания, которые необходимы нам в работе. Смотр конкурс проходил в два тура. В первом спасателям необходимо было преодолеть на время полосу препятствий, а во втором найти и вынести двух условных пострадавших из помещения дымокамеры. В соревнованиях приняли участие 16 команд от пожарно-спасательных подразделений. Дагестанцы смогут выявить онкологию на самых ранних стадиях. В строящемся на базе Республиканской клинической больницы в Центре ядерной медицины будет функционировать отделение радионуклидной диагностики. Объект посетил глава правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. Премьеру рассказали, что в новом Центре можно будет выявить новообразование размером до 3 мм за 15-20 минут. Все строительные и отделочные работы завершатся до конца июня. В нашем Центре ни один пациент, ни один сопровождающий не сможет пройти в горячую зону без сотрудника Центра. Это принципы радиационной безопасности. Само сканирование займет около 20 минут. Сканирование ПКТ проводится от мочки уха до сменой трети бедра. Также в ходе осмотра Республиканской клинической больницы Абдулмуслимов посетил и обновленный центр гемодиализа, оснащенный 10 новейшими аппаратами. Здесь установлена многоуровневая система очистки дистиллированной воды для анализа, аналогов которой нет в республике. Благотворительный праздник в преддверии Международного дня защиты детей. Программу для более чем 300 детей и их родителей организовал фонд Инсана территории парка Дракон. Руководство парка предоставило возможность прокатиться на аттракционах бесплатно. Маленьких гостей также развлекали аниматоры. А спонсор праздника, один из известных ресторанов города, приготовил любимые детские угощения. Особенным моментом мероприятия стало построение детей в кольцо вокруг 11-метрового логотипа фонда Инсан, что стало символом единства и поддержки, которые организация предоставляет своим подопечным. Я желаю, чтобы у вас всегда было такое настроение. Хоть этот день и называется «Защиты детей», но мы искренне желаем, чтобы нам не было ни от кого защищать вас, чтобы всегда было мирное небо над вами, чтобы вы радовали своих родителей, чтобы вы хорошо учились, чтобы вы любили своих бабушек, дедушек. Завершились курсы повышения квалификации для преподавателей-теологов, которые будут работать с детьми. Занятия проходили на базе Дагестанского Исламского университета имени Мухаммада Арифа. Специалисты в области наук Корана и психологии говорили о методиках преподавания священного писания и работы с подрастающим поколением. Напомним, что во всех мечетях столицы и других городов и районов республики 5 июня стартуют летние курсы для детей в возрасте от 7 лет. Уроки будут проходить по основам ислама, правильному чтению Корана, намазу и благому нраву. Занятия проходят бесплатно, а организатором выступает Муфтия Дагестана. Более подробную информацию можно узнать у имама своей мечети. И о спорте. Особенные дети из Махачкалы, Карабудавкента и Батаюрта выиграли республиканский этап специальной Олимпиады России по юнифайт-футболу. Матчи с участием около 200 юных спортсменов с нарушением интеллекта проходили на полях Анджиарены в Каспийске. В спор за победу вступали воспитанники коррекционных школ из разных уголков республики. Уникальное соревнование в том, что здесь в одной команде выступают атлеты с особенностями развития и партнеры-спортсмены без нарушений. Это юнифайт-программа по футболу, где в одной команде участвуют дети с интеллектуальными нарушениями и без интеллектуальных нарушений. И дети с интеллектуальными нарушениями лучше проходят социализацию, адаптацию, так сказать, через средства спорта, правильнее сказать. В прошлом году мы проводили даже всероссийскую спартакиаду под джидо, бомбинтону и волейболу. А так у нас внутри в городе, в республике, вернее, проводится и волейбол, и джидо, настольный теннис, где ребята очень хорошо выступают. Команды по уровню подготовки разделили на четыре группы. Победители во втором дивизионе отправятся на всероссийскую спартакиаду, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Я занимаюсь футболом очень много. Это скорость и азарт. Мы играли нормально. Четко, да? Да, четко. Выиграли, проиграли? Ну, выиграли, поиграли. Да, я в Питер ехал. У меня восемь медалей. Короче, сейчас девятый получаю. Я же как легенда этой школы. Этого футбола? Да, как раз. Организаторы сделали все, чтобы футбольный турнир запомнился детям, как настоящий праздник. Участников ждала насыщенная концертная программа, аниматоры и шоу мыльных пузырей. Лучше других в этот день выступала команда из Батаюрта. В ее активе победы в двух дивизионах. В остальных категориях первыми стали школы из Махачкалы и Карабудахкента. Победителей наградили кубками, медалями и другими призами. Стартовали игры нового сезона чемпионата Дагестана по футболу формата 11 на 11. В этом году он пройдет в обновленном формате, где команды разделятся по географическому принципу на две зоны – север и юг. В матче первого тура в Кизляре одноименная команда принимала соперников из Бабаюртовского района команду «Юлдус». Несмотря на горячую поддержку местной публики, хозяева проиграли с крупным счетом 5-0. Однако за нарушение регламента турнира команде «Юлдус» присуждено техническое поражение 0-3. На резервном поле Анжа-Арены действующий чемпион Лейки из Маграмкенского района уверенно обыграл юных воспитанников Академии «Динамо» Дагестан со счетом 7-0. В других матчах тура коллектив республиканской спортшколы переиграл команду «Хасавюрт». А сборная «Хасавюртовского района» уступила также столичному судостроителю «Динамо». Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин